Люди могли бы жить. Кстати, ИБАМ также осваивался. Очень многие предприятия и регионы так развивались. Предприятия, а рядом что-то, где могли бы жить люди. А уже потом, когда люди начинали жить в таких слоях, думали, а что же сделать дополнительно для того, чтобы эта жизнь была человеческой. Разница в сегодняшнем подходе, который мы предлагаем, заключается в том, что нужно делать параллельно и то, и другое. Вот как мы начинаем какую-то объект воззадить, сразу же нужно думать о том, как и где будут жить люди, чем они будут заниматься. Что в области образования, культуры, медицинского обслуживания должно быть сделано. И сразу реализовывать эти проекты. В некоторых, сейчас не могу даже называть, хотел назвать, потому что наверняка они все уже сделаны, как хочется. Поэтому сейчас что-нибудь скажу, скажу, ага, нет, а вот у вас там не доделано, и там не доделано. Это так, может, что-то может не доделано. Но принцип в этом заключается. Идти сразу параллельно в создании инфраструктуры для жизни и развития производства, и экономики в широком смысле этого слова. Спасибо. Сейчас, как обещала, предоставляю слово нашим уважаемым гостям. Я прошу прощения, я уже сказал, насчет 22 населенных пункта сейчас, поэтому принципу стараемся развивать. Но в целом, в ближайшие годы должны организовать работу по 200 населенных пунктов по всей стране. Спасибо. И сейчас слово предоставляю премьер-министру Малайзии, господин Абрагим. Пожалуйста, пройдите к трибуне и ждем вашу степень на слово. Уважаемый господин президент, уважаемый вице-президент Китая, уважаемые дамы и господа, дорогие гости, прежде всего, я хотел бы выразить благодарность президенту Владимиру Путину за приглашение поучаствовать в этом важнейшем и по-настоящему знаковом форуме здесь во Владивостоке. Для меня этот форум особенный и на личном уровне, потому что, хотите верьте, хотите нет, но это мой самый первый приезд в Россию. Более чем 50 лет назад, когда я еще был активным молодым лидером, я ездил на Баттоле флота, и вот в Москве у нас был транзит на пути в Еж, в Бельгию, на ежегодную молодежную подвенцию. Тогда нам, к сожалению, не разрешили покинуть аэропорт, мы лишь приехали в транзитный отель, и таким образом у меня не было возможности вступить на российскую землю. Поэтому для меня особая честь и радость в Нагонезто оказаться здесь, в Владивостоке, где история органично сочетается с прогрессом, а просторы России с безграничными дешевыми Азиатско-Тихоокеанскому региону. As a crossroads of commerce, this city has been shaped by diverse influences reflecting the rich heritage of Russian and East Asian traditions making Vladivostok a concert of cultures. Beyond its economic significance, Vladivostok holds a distinctive place in Russian history. As a vital seaport and distant terminus of the legendary Trans-Siberian Railway, this city truly embodies Russia's connection with the East. Here we find a powerful symbol of our gathering, a convergence of geography, ideas, aspirations, and futures. Since its inception in 2015, the Eastern Economic Forum has consistently drawn visionaries and leaders from all around the world. This is fitting, as Northeast Asia, which includes the Russian fight, is a region of vibrant economic dynamism and immense potential. it contributes about a fifth of the world's GDP. I would therefore like to thank President Putin for his vision and leadership in establishing this forum, which continues to foster meaningful dialogue and collaboration. Ladies and gentlemen, Russia is not just ecstatic and economic reality that commands attention. Indeed, as a cultural, intellectual, and scientific force, Russia's prominence on the global stage transcends the confines of promise and geopolitics, reaching deep into the very fabric of human history and thoughts. Russia's preeminence stems not from military might or economic leverage, crucial as that may be, but from the enduring power of ideas, the beauty of artistic expression and unwavering pursuit of knowledge. These achievements from the bedrock are the remarkable soft power, earning Russia a place of global respect and admiration, influencing the hearts and minds of people around the world. For me personally, this influence is most powerful, powerfully felt in literature. I see this with earnest ambition because having drunk deeply from the westings of English and Malay literature in my early education and then later, having immersed in the works of Dante, Shakespeare and Milton, I do believe that life would be so much poorer without literature, particularly Russian literature. In this regard, I can't sing enough praises for the great Russian authors and poets who have explored the profound complexities of life, unparalleled inside, and whose words have had a lasting impact for my understanding of society and human condition. For instance, the works of Фёдора Достоевского и Лео Толстого, не говоря уже о многих других, рассматриваются моральные и философские дилеммы которые определяют что значит быть человеком. While Dostoevsky challenges us to engage with intricacies of faith, in the human soul, Толстой invites us to reflect on the nature of power, responsibility in the passage of time. Transcending the literary significance the appreciation of Russian literature manifest the depth of this great nation's impact on global thought and its capacity for our understanding of our own ideas and our own values within the border cadences of history. the appeal and power of Russian literature extends beyond its philosophical entrepreneurs. Writers like Cesc, Пушкин, Пушкин, and also my favorite Zarina Anna Ahmatova have brought the life to life of the joys, and struggles of every existence with the realism that is resumited with me deeply. David and Benjamin in its pivotal role in advancing human knowledge through science and technology. Russia has consistently pushed the boundaries of possibility from pioneering efforts in space exploration to groundbreaking work in nuclear physics and cybernetics. And you have heard yourself the vision and the plan that is founded by a president which covers a comprehensive area which is developmental as much as it is field. These contributions reflect a deep-seated commitment to understanding and mastering the natural world, underscoring Russia's importance in the collective progress of humanity. We are witnessing a troubling trend of protectionism that threatens to fragment the global economy. The rise of tariffs, trade barriers and restrictions on technological exchanges constitute troubling developments. In this regard, the rise of the global south does not signify merely a shift of economic power, but a reconfiguration of global influence. In compassing countries across Asia, China, India, Africa and Latin America, the global south is on a trajectory to play a pivotal role in reshipping the future of the world's economy. According to recent estimates, the global south now accounts for roughly 40% of the world's economic output and is home to about 85% by 2030 it is protected that three of the four largest economies will be from the global south. This rise is a reality that presents both challenges and opportunities. From Malaysia, it is essential that we will be strong times to share the growth and to contribute to a more balanced global order. Like Russia, we see the potential of these developing economies and we are committed to fostering potential that can drive mutual prosperity. In this way, Malaysia is actively pursuing opportunities within the global south and joining nations that seek to create a new paradigm of development, one that is more inclusive, equitable, sustainable and resilient. In a world of increasing complexity, our future prosperity depends on our ability to adapt, innovate and build relationships that cut across traditional boundaries. The global south is rising and Malaysia intends to rise. Being an open economy, Malaysia prices itself on doing business with the entire world and we are benefited greatly from being a vital note in globalized supply chain. Central to this effort is the Madani economic framework which has implemented structural reform initiatives to trailblaze a more sustainable inclusive future power of our nation. In Malaysia, Russia's bilateral relations. One area right of collaboration includes some finance where Malaysia is regarded as a global leader boasting a robust ecosystem of institutions that not only adhere to sign up principles but also drive innovation in financial investments. with its considerable Muslim population stands at the threshold of enormous potential in Islamic finance and I believe the traditional Islamic banking in Russia can facilitate joint projects and attract significant investments from Muslim majority nations. In agriculture, Russia has made remarkable strife to becoming a significant global player in the sector. As one of the largest grain producers and exporters, Russia plays a crucial role in ensuring global food security. Russia's agricultural export has been instrumental in stabilizing global markets amid ongoing supply chain disruptions. Turning to education and research, Russia's long-standing reputation for actions, particularly in STEM, science, technology, engineering, and mathematics. Russian universities have consistently ranked among the best globally, producing world-class scientists, engineers, and researchers. The recent establishment of the Russian Malaysian High-Tech Center in Malaysia underscores our commitment to fostering technological, innovation, and academic success. In facilitating cooperation in developing high-tech solutions, particularly in energy efficiency, data, transmission, and smart city technologies, we can harness our collective strength to drive innovation and address the challenges of the 21st century. Additionally, the strive for cutting-edge advancements such as AI and semi-connected technologies should be guided by humanistic and altruistic values to ensure that tech rivalry and inequity do not result in the hindrance of free trade in a more fragmented geopolitical landscape. Ladies and gentlemen, as upcoming ASEAN chair, Malaysia will not only focus on strengthening existing ASEAN mechanisms and institutions, but also find synergies with other regions and key dialogue partners to foster development and prosperity. In foiling ahead with this approach of utmost prosperity will be the need to reinforce the paramount principles of ASEAN which constitutes the link for consensus building that in turn binds member states in cohesiveness action. We will intensify engagement with other subgroups and developing time with our strategic partners including Russia. In light of this, in applying to join BRICS, Malaysia aims to diversify economic diplomacy efforts and enhance collaboration. I would like to take a moment to express my profound thanks and gratitude to President Putin for his gracious invitation for me to attend the first coming BRICS summit in Cazan in October. We are entering an error marked by intense superpower rivalry, significant global economic upfields, as well as state and technology as tools to consolidate power against the growing existential threat of climate change. Together, we should continue to cooperate, stick in a unified voice and exchange ideas and strategy to best and best policy practices to build a future of even greater peace and prosperity in Asia and the world. Excellencies, ladies and gentlemen, as we chart the path forward together, let us remember that the two strengths of our partnership lies not only in the agreement we signed or the projects that we jointly undertake but in the shared vision and mutual respect to the mind of our nation. Thank you. When we are part of the we are a part of the global world and we believe that we need to continue to develop the trade relationship with all of the countries, to strengthen the trade and the Europe. We are part of the United States and the Europe which is a stronger bond together and China remains one of the Chinese and China is one of our key trade partners. Russia traditionally takes place to our trade with our partners, but as we have very well developed diplomatic relations, Но, как я уже отметил в разговоре с президентом Путиным вчера, у нас колоссальные возможности для развития торговых отношений с Россией. Присоединение к БРИКС позволит нам укрепить эти отношения. В частности, в области торговли мы можем очень многим поделиться, и мы можем укреплять глобальный юб. Это позволит нам развивать торговые отношения, торговые практики, которые являются взаимовыгодными для всех участников торговых отношений. Без монополизации этих отношений к каким-то определенным регионам. Мы к этому стремимся. Мы стремимся к развитию глобального юга и укреплению торговых отношений в целом мире. Благодарю вас. Владимир Владимирович, говоря о саммите БРИКС, который пройдет уже в конце октября в Казани, чего вы ждете от него, что он пройдет в таком виде? И еще уточню, по итогам 2023 года товарооборот России с построением по БРИКС 294 миллиона долларов. Говоря о торговле, как вы видите дальнейшее развитие этого вопроса? Как вы оцениваете те темпы расчетов национальных валют, что сейчас есть? И донализация, это уже тренд или сиюминутная еще история, как вы считаете? Прежде всего хочу сказать, что мы не проводим политики для долларизации. Мы ведь не отказывались от расчетов в долларах. Нам отказали в расчетах. И мы просто вынуждены искать другие возможности. Вот и все. Но это не главное. Главное заключается в другом. Главное в том, что валюта той или иной страны отражает экономическую мощь державы. И чем больше у этой экономики партнеров, тем более востребована национальная валюта той или другой страны в расчетах. Ну, естественно, дело, понимаете, когда партнеров много в конкретной экономике, ну, что возникает потребности использовать и валюты этой страны. Поэтому это зависит, использование валюты той или другой страны, зависит от роли экономики этой страны в мире, в мировой экономике. Но после Второй мировой войны Соединенные Штаты, естественно, воспользовались, удачно воспользовались результатами Второй мировой войны в экономике. Провели план Маршала для Европы, создали одну систему мировую бретенбургскую, потом её немножко ремонтировали, другую. Ну, создали такую единую на мировую валюту – доллар. Зависело это, и до сих пор зависит, как я повторяю, от объёмов, мощи экономики страны. Сейчас ситуация, и вот только что, господин премьер-министр, об этом упомянул, в мировой экономике меняется. Уже сегодня страны глобального юга – это более 50% глобального мирового ВВП, а страны БРИКС – это примерно одна треть глобальной экономики в мире. И естественным образом, хочу это подчеркнуть, естественным образом меняются и приоритеты в использовании определённых валют. Вот у нас, например, мы с нашими партнерами по БРИКС используем национальные валюты, это уже примерно 65%. Это естественный процесс, но финансовые и политические власти Соединённых Штатов, они этот процесс своими не просто неаккуратными, а непрофессиональными и глупыми действиями отталкивают этот процесс. Я думаю, что они уже понимают, что они совершили ошибку, но просто не могут уже выйти из этой клеи. Им, видимо, уже не очень удобно признать, что они совершили ошибку. А надо бы уже что-то скорректировать, они же видят, что не работают те инструменты, которые они применяют. Мы переходим на национальные валюты и всё, но уже не могут. Видимо, это могут сделать только те люди, которые придут на смену сегодняшней генерации политиков. Потому что что-то изменить, значит, признать свои ошибки. Видимо, это сложно. С чем связано такое поведение? Видимо, рассчитывали на то, что у нас всё рухнет, поэтому отказали в долларовом обслужении. Но тенденции-то они очевидные, они только подталкивают, как я уже сказал, эти процессы. Но тенденции в использовании валюты связаны с объёмом и ростом экономики. Вот сегодня китайская экономика, мы это знаем хорошо, по паритету покупательной способности является первой в мире. Да, американская экономика мощная, хорошая, структура её выгодно отличается от других. Но объём экономики Китайской народной республики больше, на втором месте США. Да, но разрыв между двумя экономиками постоянно увеличивается, из года в год. С этим связано и использование, скажем, юаня в международных расчётах. Вот на втором месте США, на третьем – Индия. Россия занимает уже четвёртое место в мире по паритету покупательной способности. Мы обогнали ведущую экономику Европы ФРГ, а вот совсем недавно международные расчёты не наши, обогнали Японию. Да, повторю ещё раз, даже Япония, ФРГ, США, у них много преимуществ, прежде всего, связано со структурой, с высокотехнологичным сектором и так далее. Но объём экономики тоже имеет значение, потому что даёт возможность вкладывать ресурсы в наиболее перспективные отрасли и направления. Поэтому, повторяю ещё раз, это естественный процесс, не связан даже с политической конъюнктурой, но своими неаккуратными, непрофессиональными действиями власти Европы и Соединённых Штатов этот процесс просто подталкивают. А что касается наших отношений с Брикстоне, они развиваются, развиваются очень успешно. Россия, Китай, Индия – это, что называется, основатели этой организации. В 2005 году мы начали этот процесс, образовав РИК, Россия, Индия, Китай. Потом присоединилась Бразилия, потом Южная Африка. Сейчас мы расширили круг участников.